Добрый вечер! В эфире программа «Капитал» и я, ее ведущий, Андрей Верников. Сегодня у нас в гостях аналитик учебного центра «Финам» Юлия Афанасьева. Юлия, добрый вечер! Здравствуйте! Юлия, ну, раз учебный центр, надо поговорить по обучению. Конечно, это очень большая часть процесса трейдинга. Вначале нужно пройти определенные этапы обучения, а уже после приступать к торговле на фондовом рынке. Потому что эксперименты, возможно, такие, как эксперименты на учебном счете, это одно. А когда ты экспериментируешь со своими живыми деньгами, это совсем другое. Лучше потратить немного времени, сил и денег на обучение, но предостеречь себя от больших трат в будущем. Я зацеплюсь за фразу «немного времени». Вот сколько нужно времени, чтобы обучиться? Курс начинающий в компании «Финам» проходит за две недели. За эти две недели в течение 10 часов вы получаете первоначальные азы и знания по фондовому рынку. Самое главное то, что вы выходите не только с сознанием того, как строить тренды, какие компьютерные индикаторы применять, но и самое главное, вы понимаете, как можно вырабатывать свою технику безопасности, какое соотношение риска и доходности должно быть, прежде чем вы входите в сделку. Юля, а вот у вас много преподавателей, даже вебинары ведут 20 человек. На самом деле у нас много преподавателей, и каждый из них уникален. Вот такой циничный вопрос, который задают все такие уникальные, а почему-то учат торговать. А зачем давать преимущество конкурентным другим людям? На самом деле я не верю в эффект трейдера. Если ты научишь человека торговать, то потом вся биржевая толпа будет делать одни и те же действия, и рынок перестанет жить объективными законами. Почему люди преподают? Фактически все, кто у нас преподает в учебном центре, все, кто преподает у нас в учебном центре, введут свои торговые счета. Почему приходят преподавать? Потому что это интересно, это дает тебе стимул для будущих своих открытий. Потому что сколько бы ты ни был на рынке, все равно ты учишься, и учишься с группой, учишься тестировать какие-то индикаторы дополнительные, вспоминаешь о них постоянно в тонусе. Я понимаю, да, я перебиваю, потому что мне нужно темп передачи поднять. Но вот, Илья, я все равно не понимаю. Вот учишься, понятно, более ясно понимаешь для себя, тоже понятно. А с другой стороны, вебинар идет один час. За один час рынок может усвистеть очень высоко или низко. Смотрите, есть еще один момент. Каждый трейдер не только торгует по системе, но и имеет определенный интервал, в который он торгует. И естественное расписание пытается подстроиться под те интервалы, когда нет активных торгов. И вдобавок стопы никто не отменял. Понятно. Ну, в общем, я исхожу из того, что вы уже научились торговать. Я думаю, что да. И мы сейчас обсудим ситуацию на рынке. И у меня предложение, не знаю, вам нравится или не нравится, рассмотреть график индекса МВБ, который вы принесли с собой в студию. Ну, если я принесла, значит, конечно же, он мне нравится. Я сейчас рассматриваю по большей мере... Ну, а что в нем такое интересное? Для того, чтобы подтверждать свои торговые действия, я все-таки предпочитаю опираться не только на график ценной бумаги, но и на индекс. Это американские фондовые индексы, а среди российских... Мы сейчас говорим об индексе МВБ, сейчас зритель смотрит на него. А среди российских фондовых индексов я предпочитаю рассматривать именно индекс МВБ. Мне кажется, он более техничный, чем индекс РТС. Индекс МВБ, конечно же, у нас делал очень-очень красивое движение после Нового года. И в конце января все ждали уже прихода медведей. Появлялись такие страшные черные заголовки на различных биржевых сайтах. А потом, скорректировавшись всего на 5-6%, снова начался рост. И, возможно, те максимумы, которые были достигнуты в январе, в ближайшее время снова будут переписаны, если уже это не свершилось. Ну а по цифрам какие-то? Поддержки, сопротивления? Потому что я вам скажу тоже, возможно, я женюсь там на Пенелопе Круз, а, возможно, не женюсь. Возможно, он перебьет максимум, а, возможно, и не перебьет. Представляете, сейчас до исторического максимума по индексу МВБ остается всего каких-то там 15-20%. И очень трудно верить в рост. И на самом деле хочется говорить о поддержках. В качестве сильного уровня поддержки для индекса МВБ я все-таки рассматриваю уровень 1700-1710 пунктов. Это узловая такая поддержка, но отмечу, что под графиком индекса МВБ очень много восходящих трендов. Это и глобальные восходящие тренды от конца 2009 года, это и восходящий тренд с сентября 2010 года. На каких уровнях это проходит? Я все больше конкретику хочу. 1900 пунктов. Это страшный сценарий, который мы обрисовывали в 2010 году. 900 пунктов. Это самый большой тренд. 1600 пунктов. Это тренд, который у нас проходит с сентября. И ближайшие локальные тренды, которые родились либо до Нового года, либо после Нового года, в недавние месяцы, это отметки как раз 1750-1700 пунктов. Я зашел на сайт вашей компании, когда готовился, и понял, что вы очень любите ТАТ-нефть. На этой неделе зашел, посмотрел, ТАТ-нефть, 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 10% как с куста рост. На самом деле, Андрей, я понимаю ваш сарказм, потому что бумаги ТАТ-нефти для меня одни из самых сложных для рассмотрения. Почему я решила их разобрать и представить их обзор? Потому что во время онлайн-семинаров, которые я веду, или по электронной почте, постоянно приходят вопросы от инвесторов именно по ТАТ-нефти. Я сделала над собой усилия и разобрала эти акции. Мне сложно давать комментарии по этим бумагам. Опять же, они очень близки к историческим максимумам, и сложно поверить в их рост. Просто сегодня я увидела то, что у этих бумаг приемлемое соотношение между... На этой неделе вы увидели. Им бы я отдала предпочтение перед обыкновенными акциями. Какие еще акции на ваш взгляд могут быть интересными для инвестора? Пока еще не очень сильно выросли бумаги «Газпромнефти». Ввиду того, что сейчас творится на нефтяном рынке, есть еще шанс выстрелить у бумаг «Сургут» нефтегаза. Главное, чтобы они держали... Опять шанс. У меня тоже шанс есть жениться на пенопаде. У всех шансы есть. Но вы считаете, есть большая вероятность, да? Рынок не дает нам каких-то точных сценариев. Есть поддержка, есть сопротивление. По ним и работаем. Когда аналитик строит какой-то сценарий, рынок обязательно обманет. И когда вы торгуете, вы просто можете делать ставку на то или иное развитие событий. Если я смотрю сейчас на рынок как медведь, я буду активнее шортить и буду больше денег ставить на шоу. Давайте рассмотрим разные сценарии, чтобы нас потом не прищучили. Значит, по поводу нашего дома «Газпрома» меня тоже очень волнует. Бумаги «Газпрома» очень живенько себя ведут. Все считают, что все, последний рост «Газпрома» против рынка предвещает апокалипсис. Но на самом деле вспомним ситуацию декабря прошлого года, когда «Газпром» вдовшевил фактически все ралли. Я боюсь, что данный сценарий повторится. Боюсь только потому, что не успела вовремя войти в эти бумаги. Хотя у меня, может быть, есть более интересные какие-то. Та же «Газпромнефть». Я думаю, что 210 рублей будет сильной поддержкой и 220 рублей вполне достижимы даже в краткосрочном периоде. 210 поддержкой? Да. Будет в скором времени выступать. То есть вы не думаете, что коррекции на уровне 205 не будет? Это очень мелкие такие масштабы. Я думаю, что если «Газпром» решится на коррекцию и не удержит уровень 210 или не дойдет в ближайшее время на уровень 220, я думаю, что там гораздо сильнее будет. Когда «Газпром» берется падать, 188, как вы говорите, как с куста. Насчет «Сбербанка» все тоже всех интересует, потому что 4 месяца заклинают «Сбербанк» просто «Сбербанк расти», «Сбербанк расти» 120-125, и 4 месяца идет такая пила. Андрей, вы помните, как «Сбербанк» брал свой первый, самый главный исторический максимум, тогда еще 100 тысяч рублей? Ну, если переводить на стекущие цены, 100 рублей. Это был очень длительный процесс. Так что я думаю, что пока еще есть шанс, и можно набраться терпения. Главное, чтобы «Сбербанк» держал отметку 100 рублей, потому что если он опустится ниже, то 95, и в этом я уверена. Вы используете какие программы для анализа рынка? Стандартные абсолютно программы. Я пользуюсь на работе Квиком и программой «Транзак». Дома у меня стоит «Метасток». Мне удобно его дома загружать вечером, в выходные проглядывать различные котировки. И на сайте «Финам» есть интерактивный анализ. Когда мне не хочется грузить «Метасток», я им пользуюсь. На самом деле я пользуюсь данным сайтом достаточно давно, еще когда не работала в компании «Финам». Это нам и МВБ за рекламу индекса тоже должны быть деньги. Обязательно. А вот насчет профиля рынка сейчас очень модно. Программа, которая анализирует профиль рынка. Прохождение объемов там буквально, где продавцы стоят, крупные. Достаточно интересные программы. Периодически, когда мне ссылочки кидают знакомые друзья-трейдеры, на сайтах много очень. У нас была представитель компании «Волфикс» тут буквально недавно. И говорят, что в Америке очень популярна именно эта программа. Особенно для срочного рынка. Я знаю об этом, но пока еще по большей мере, время от времени, когда попадаются такие ссылочки, сайты, я, конечно же, на них с любопытством захожу. А так я предпочитаю обычный индикатор объема торгов. И он баланс волиум мне вполне достаточно. Вот опять возвращаемся к обучению плавненько. С чего начать обучение? И вообще можно ли оно учиться самому? Или надо обязательно обратиться в учебный центр? Я в свое время прошла этот путь, когда я училась сама. Я столько на самом деле наизобретала велосипедов. Я думаю, что не стоит, опять же таки, проверять свои какие-то знания на личном торговом счете. Вначале все-таки лучше прийти в учебный центр. Это, опять же таки, не занимает много времени. Причем расписание абсолютно любое. Только не говорите о компании «Финамо», а то у вас увидят в этой студии. Любой компании брокерской. На самом деле, любую брокерскую компанию, которая вам к душе, которая ближе, может быть, к вашему дому. Потому что азы и начальные знания вы в любом случае получите. Конечно же, потом все-таки нужно и развиваться самому, и тренироваться очень много. Хорошо, поищем компанию ближайшую брокерскую. Ближайшую. Спасибо большое, Юля, за интересный разговор. У нас в гостях был аналитик учебного центра «Финамо» Юлия Афанасьева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова